всем привет с вами снова я и сегодня у нас в гостях александр один процент один процент удачи александр один процент были на че солнышко то вышло только что дождь шел был на улице сидеть один эпизод запишем 2 запишем снаружи мобильного офиса отлично здорово теперь я жалею что мне окно зак ну ладно короче сегодня будем обсуждать промахи и неудачные выстрелы неудачные выстрелы откуда они бывают почему они бывают что к этому приводит и какие уроки можно из этого вынести да потому что сейчас скажу философия сегодняшнего эпизода неудачных выстрелов не бывает нет в неудачный выстрел тот который не результатом которого не стало нет которым результатом которым не является добытый трофей и вынесенный урок вот есть нет трофея и нет вынесена урока то этот неудачный выстрел а еще неудачные выстрелы либо менее удачные выстрелы бывают не бывает их только у тех кто недостаточно много вот это очень классное выражение да мне очень тоже нравится что не промахивается тот кто не стреляет рано или поздно но у нас это произошло рано у кого-то происходит поздно давай сейчас пробежимся вспомним давай пройдемся по коридорам памяти зал позора так сказать сейчас всю правду матка был может быть это все таки будет не один процент удачи а 99 процентов неудачи хороший был проект надо возобновить как надо но кто первый начинает давай я давай наша с тобой вторая совместная охота охотились в вирджинии за ситки зуб арбалет арбалет первый раз мы с тобой охотились видели зверя но он к там не подошел второй раз перенесли за ситку а я начинаю вспоминать да да ближе как раз к тропе прямо вообще около тропы засели тогда еще был нет тогда не было адского ветра тогда был на хорошая погода нормально все зверь вышло как прямо по расписанию перед тем как солнце только села за горизонт начались такие легкие сумерки и началась движуха выходит олень один спускается я его пропускаю смотрю за ним там еще целая куча у меня на какие-то были ощущения в тот момент короче так как этот подкаст могут слушать девушки и дети то есть это пищать сразу поэтому было волнительно а для крепких мужиков можно сказать что было очень сейчас расскажешь я вспоминаю я нас примут у меня немножко даже адреналин в крови повысил у меня нахлынул такой адреналин я помню я замерз как сволочь не чувствовал ни ног у меня замерзли пятки это он только что погода была потому что забегая вперед все ход было минус 15 сильный ветер и раз тот и добыл давай вдоль по порядку нас ты пропустил оленя 1 пропустил оленя он прошел я я знал как в теории все делается я промерил расстояние у меня был дальномер то есть я как бы сразу я понял что без дальномерой не вариант без света хвостовиков никак нельзя потому что надо знать куда прилетела опыт ты уже в теории опытный в теории пропускаю оленя он проходит за кустиками я промеряю все хорошо там 20 30 поворачиваюсь арбалет я очень медленно плавные движения нацеливаюсь стреляю стрела прилетает ниже я вообще не понял что произошло я думаю блин или я попал и он не среагировал или он вообще не или я не попал а он отбежал он немного отбежал и потом ты мне смс-ками скидываешь типа вот он тут стоит идет ко мне да да мы сидели в разных местах но я видел я думаю что такое вообще чё за нафиг а он ко мне так и не подошел я забыл про то что у меня где-то там еще сбоку другие олени я начинаю перезаряжать арбалет а у тебя тэн-поинт который за крутилка а за атак натянуть его не ранее щелкнут не судьба не там кстати интересный момент для охотников то с арбалетом надумает если там там много там высокий фунтаж 180 но там еще узкие плечи и вот так там просто есть ты будешь натягивать руками тут у тебя руки там по таким вот углом будут тянуть вверх это не вариант ну да не вариант ну в общем я начал стричать промазал и пока перезаряжал арбалет меня спалили я еще долго сидел в непонимании что произошло потом спустились приехал домой но уже темно был да я помню что она он ли она не помню кто там был варень в мою сторону начал двигаться двигаться но кто как замедлился что-то столк стал пас там и в итоге ни ко мне ни к тебе не подошел под выстрел стемнел и охот закончился и короче я долго разбирался в голове что произошло а произошло просто банальная стрельнул не по тому пину но в прицеле у тебя рисочки там меня в прицеле точки на 20 на 30 на 40 и на 50 пристреляны ты пробил дальномерно ты знал дистанция знал что 30 я прям я уже я пока сидел у меня в одной руке был этот пузырек с пшикалку ветер стальком чтобы проверять куда ветер ветер мне в лицо я прям сижу уверенный такой весь в ситке у меня лень стопудовый не спалит я прям этот капюшон одел пшикаю 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 блин скрип ноябре наступил короче дальномером я знал прям все 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 дистанции но когда настал решающий момент я просто у меня мозг отключился и я по верхнему пину то есть по 20 по 20 пину стрельнул на 30 ярдов там 30 с копейками было ну просто прилетела ниже чистый промах слушай если ты стрелял слушай но это скажу дальше тогда я не понял вообще что произошло и тогда я не готов был признать что это адреналин как тогда у меня были стальные тик таки слушай слушай блин мне прям миллион во первых постараюсь не забыть ни один из этих мне ну из этих мыслей в какой момент и при ты перестал вести себя как ведут себя большинство и начал признавать что у тебя будет адреналин допускаешь ошибки за адреналин и нет не отвечает вопрос когда мы ехали с тобой до из этих угодий домой со мной в машине я у тебя спрашивал учетом мандраж был адреналин был эти ты мне отвечал я говорил что адреналин был мы все контролировал знаешь когда все прошло когда нет не все прошло когда я начал более или менее давать себе отчет в своих действиях то есть прошло то имею ввиду все прошло адреналин вся вот эта вот неконтролируемость ситуации ты хочешь сказать что сейчас не прошло оно не прошло оно сейчас просто менее выраженное. То есть ты сейчас, ты сейчас, ты не думаешь, что уже пины перепутаешь? А у меня сейчас прицел Гарминг-Зилер, которым можно... То есть вот так вот ты решил адреналиновую проблему. А в какой момент ты перестал отрицать негативное воздействие адреналина и признал, что такой есть, и все, и всеуслышание сказал, да, меня зовут Олег, и у меня когда выходит олень, случается паника. Ох, паника случалась. Ну, паника в разной степени. Забегу вперед. Она и сейчас происходит, но... В меньшей степени. Сейчас я, по крайней мере, когда ты поднимаешь глаза из телефона, знаешь, там, текстишь, читаешь что-нибудь. На фейсбуке... В инстаграме отвечаешь на комментарии. Больше всего оленей выжило благодаря телефону. Да, соцсетям. Благодаря фейсбуку, инстаграму, имейлам, всему остальному. На работе тоже, да, без этого никак. Просто поднимаешь глаза, а олень под деревом. Ты такой, да ну нафиг, у тебя прям мозг сразу отключается, ты хватаешь за лук, вроде все медленно, тихо делаешь, растягиваешься. А я еще и камеру в этот момент включаю, потом ловлюсь на том, что я вот так вот руками махаю, потому что камера наверху. И потом чпок, олень отбегает, но ты его не находишь. Ты уже про второй раз рассказываешь, что ли? Это я плавно подвожу, но на это мы поставим маленькую паузу. Да, потому что надо отмотать на года три или четыре назад от той твоей ситуации, и я расскажу про свой первый промах. То есть сегодня мы расскажем такие памятные случаи. Но прежде чем я это расскажу, я же говорил, что это что-нибудь одно из мыслей забуду. Ладно, она ко мне вернется. Еще напоминание самому себе. Должен рассказать, как у тебя пресс взорвался, лучный. Мы в конце расскажем, как у Олега взорвался пресс, и чем все это закончилось. Вот. Значит, мой первый... Я начал охотиться, значит, ну, начинал с огнестрелом, все, потом мне друзья подарили арбалеты, историю тысячу раз рассказывал. Я начал охотиться с арбалетом. У меня не было такого богатого... Таких знаний, как у Олега. У меня не было друга, который мне все объяснил. Вот. У меня не было дальномера. Ты вообще маргинал. Да, вообще, да. Да хрен, я ничего не знал, блин. Чуть вообще... Я говорю, это был первый год мой охоты с арбалетом. Я приходил, вообще ничего не знал. Где-то что-то вот выбирал. Я даже не знаю, каким местом я выбирал место для засидки. По какому принципу. Ну, каким чудом выбирал. Я охотился тогда из коротка, из палатки. Ты, кстати, когда-нибудь охотился из палатки? Нет. Ну, у меня их в штуке три, наверное, сейчас есть. Я их вот в том году уже ни одной не использовал. А раньше, вот поначалу, первые пару лет, я только из палатки. У меня не было три стендов. Я только из палаточки охотился. Кстати, здесь она называется ground blind. Я недавно на эту тему думал, не знаю, почему не спрашиваете. Ground, это значит земля, то есть на уровне земли blind. А blind, это типа, ну, блиндаж, типа, какая-то скрадок, вот. Ну, короче, охотился я из них. Я, значит, устанавливал этот скрадок. Стоял он там пару недель, там еще какое-то время, месяц, еще что-то. Постепенно начинали приходить олени. То есть я поначалу не знал, что они вообще там. Она, конечно, в камуфляже, все. Но сейчас я уже знаю, что если так вот прям поставить где угодно, в лесу, вдоль одной из троп или еще чего-то, олени сразу, они ее видят. То есть они каждый день ходят туда-обратно. Они привыкают, они знают, что тут в лесу происходит. Это их... Тем более олени, белохвосты, они живут на небольшом участке земли. Они знают все, ну, как свои пять пальцев. Ну, только у них копыт, конечно. Ну, понятно. Короче, когда ты втемяшишь туда эту палаточку, то надо как минимум прямо вот пару недель оставить ее там, и чтобы олени привыкли. Но я этого ничего не знал. Короче, приходил, сидел. Мало того, я, значит, у меня же не было дальномера. Я приходил, садился внутрь, смотрел, запоминал деревья какие-то, потом шагал до них, пытался запомнить в голове, сколько метров там до них, шагов. В общем, это был мой дальномер. При этом я, конечно, свой запах везде распространял. Да, вот я думаю. Все как полагается. Прям четко все. Я ничего не говорю, первый год охотился. Короче, я не использовал сутяческие хвостовики. В общем, ситуация такая. Я сижу, выходит олень. Ну, нет. Ну, это уже, на тот момент я уже добыл одного или двух оленей. То есть, ну, повезу. То есть, я уже как бы оптный. На самом деле, нифига не оптный, потому что тогда это была удача, скорее. Вот. Выходит олень. Я такой, блин, вроде бы на 40 стоит. Потому что я как бы вроде помню то дерево, а может не помню. Еще с палатками такая фигня, как и с тристенами. Вот ты такой запомнил, вот сидит внутри палатки, вот то дерево прям точно хороший ориентир. Вот тот куст. Ты выходишь с палатки, распрямляешься, полный рост. На шаг сдвинулся, все, лес другой. Как будто телепортировался еще в другой лес. Что за фигня? Я такой сижу, а уже смеркается. Ну, 40. Ну, я прям почти уверен. Ну, не совсем уверен, но почти уверен. Плюс еще адреналин, все как полагается. Или 30. Ну, короче, в общем, в итоге прилетел чуть ниже. Это я потом узнал. Подожди, вот сам себя обгоняю. Стреляю. Без светящего хрустовика, без ничего. В сумерках. Олень убегает. Я не на камеру, ничего. Че произошло? Фиг его знает. Сколько ждать? Сколько? Че, куда? Че, где? Я, короче, ну, подожжал, стемнело. Я такой, ну, все, уже утихомиривалось, все. Я подошел, ищу стрелу. Везде стрелу искал, искал, искал. Искал, искал, нигде не кровь, не кровь, ничего. Ну, наверное, промазал. Думаю, как промазал? Вроде я же все четко там. Он там, ну, он меня не видел. То есть он пас, спокойный был. Нахожу стрелу. Она, ну, где-то на уровне как раз туловища. В дерево воткнулось. То есть, и при том, там дерево, ну, вот такой вот, какая-то там, я не знаю, что за дерево. Ну, типа, вот как вот там вот этот дерево, вообще ни о чем. Стрела. Я стрелу смотрю, вот, ну, ничего нету. И вот на одном из перышков, там был, типа, ну, два красных, одно белое, может, что-то такое, арбалетная стрела, не помню, или зеленая, не суть. На одном из перышков, из белых, как будто что-то вот, как вот, как будто что-то маслянистый, жир, может. Где-то, что за фигня? Ну, пошел в интернете читать, все. Кровью нигде ничего не отходил, все. Короче, через три или через, ну, в сезон, закончился, наверное, уже был там, я не знаю, зима. Там сезон, это был в Долавере тогда еще и жил. Там сезон раньше заканчивал, не то, что у нас здесь. Я потом с собакой просто гулял, мы нашли того оленя. И у него дырка была в брюхе. То есть, мало того, что... Короче, почему так все произошло? Собственно, выводы. То, что я долго рассказываю. Я в тот же моментально понял, что я посчитался с дистанцией. То есть, я... А, ну, блин, видишь, я вот сбиваюсь. Фишка-то в чем? Что я вышел, ищу стрелу, не могу найти стрелу. Потом нашел стрелу, посчитал дистанцию, я понял, что я сильно прогадал с дистанцией. Короче, в итоге, что произошло, я так полагаю, потому что святая-счастящих хвостовика не было. Что произошло, что было дальше, чем я думал. Олень успел отреагировать, приседать начал, двигаться начал. И в итоге ему куда-то в брюхо прилетело. Но, к сожалению, брюхо это, тем более, с раскрывашкой. Это смертельное попадание. Это был мой первый подранг, который я не нашел и потерял. С тех пор было еще несколько таких, к сожалению. Но, как бы, урок я вынес, что дальномер, это очень важно. Светящий хвостовик очень важно. А нашли мы его потом, несколько месяцев спустя, с собакой гуляли просто. И нашли труп оленя. Что, у койоты не появились? Никто его не ел. Лисы не погрызли. Это, блин, Делавер, это полуостров. Туда на севере есть койота, где северная часть Делавера. Как там, Нью-Кассел, еще что-то. А вот потом уже вниз, куда ходят, это был южный, Саскс Каунти. Там, где Рихобот? Еще южнее, чем Рихобот. То есть туда, там, значит, такая, извините, сопля такая свисает, весь полуостров. Вверху соединен с землей, а здесь Бэйбридж, а там туннель с юга. То есть койот мог только через верх пройти. И они проходят, сейчас они постепенно уже... На то время, вот, в той части вообще ни одного койота не было. Ну, короче, в общем, видно было, что три лезвия, все как полагается. Ну, это был мой олень. Ну, короче, в общем, смысл в том, что я для себя сказал, ну, не в тот же день, но на следующий день я проснулся, пошел в Walmart, купил себе дальномер. Какой-то дешевый, долго не прослужил, потому что я купил менее-более нормальный, который до сих пор мне служит менее-более нормальный. Что же урок вынес? Самый дешевый дальномер покупать нельзя. Подведет самый ненужный момент. Вот. Так вот. Ну, и светящие хвостовики. Я думаю, что если бы у меня была стрела с светящим хвостовиком, я бы с... Так как я стрелял с коллиматором, я стрелял... Ну, короче, в общем, с коллиматором, с одной точкой. Я, в принципе, всегда... Я делал выстрел, и я моментально фокусировался вперед. Я видел, куда стрела летит. То есть с оптическим прицелом, там, с большим каким-то там кратностью, увеличением. Так сделать труднее. У коллиматора есть, по-моему, четырехкратное увеличение, что такое. Но мне оно позволяло... То есть я как бы успевал перефокусироваться, я видел, куда стрела прилетает. Я думаю, если бы был светящий хвостовик, я бы увидел. А так я подумал, что я им черканул где-то там по шкуре, еще что-то там, и все. И он убежал живой. А в итоге по брюху. Тогда еще стрелу я не нюхал. Я даже не знал, что стрелу надо нюхать. Если бы я понюхал, может быть, я уже сейчас не помню, если честно. Короче. Ну как бы, я даже... Я бы не догадался стрелу понюхать. Ну согласись, да? Если так вот не знать. Я вычитал, что надо. Ну, я потом тоже вычитал. Ну вот, получается, дальномер это важно. Светящие хвостовики очень помогают. Нюхать стрелу тоже важно. Вот какие я вынес уроки с того момента. Давай ты теперь рассказывай, что происходит, когда олень подходит к тебе вплотную, а ты такой поднимаешь глаза от телефона, и он прям под тобой. Не, я сейчас другое немножко расскажу. Да, ну давай. Я долго не верил в то, что у белохвостого оленя такая быстрая реакция. Посмотреть, сколько летит стрела на расстоянии там 30, 40, 50 ярдов. Я думаю, блин, не может олень присесть так быстро. Ну не может, просто это нереально. Ну да. Я не верил, что они такие нервные. И один раз стрелял на 40 ярдов. Но олень был немножко уже подстревоженный. Я, короче, он пас у меня за спиной. Я его уже увидел чуть попозже. Смотрю, он продолжает пастись. Я разворачиваюсь. Стрелой сначала чиркнул абстенд. Раздался такой неестественный звук. Олень такой, а, что, где? А давно их было? Два года назад. Олень стал немножко осторожничать. Я этому никакого значения не придал. Я просто хорошо растянулся, встал. У меня, в принципе, нормально получился выстрел. Летело хорошо, но к тому моменту, когда стрела подлетала туда, где был олень, он уже успел присесть, развернуться и отбежать. Короче. Ну да. Я просто не поверил. Я думаю, блин, что это такое вообще было? А причем стрела с хвостовиком я никогда не записывал ни на какое видео, но я видел, как она летит, олень разворачивается, приседает, отбегает. Я думаю, блин, как вообще такое может быть? Ну потом уже, да, мы и записывали на видео такое, и еще повторялось такое. Да. Это, конечно, да. И мне на 30, это прям вот край. Причем тогда было тихо, 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 тихо. Да, да, да. Безветренная погода. И я думаю, ну, безветренная, это же ништяк. Стрела будет хорошо лететь, ветром ее не будет сдувать. Блин, мне сейчас даже нравится в ветер стрелять. Да. Прям. И дождь, а если дождь, то вообще чудесно. Да, 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 по листикам, чтобы вот так. Да, да, да. Вот все, что вот люди вот так вот, как мы с тобой вначале думали, что это плохо, а сейчас оказывается, что это наоборот хорошо. Пусть стрелу сместит вот настолько, там, или насколько вот настолько ее сместит в сторону из-за ветра. Какой должен быть ветер, чтобы настолько сместил стрелу? Тем более тяжелую стрелу, да. Я, кстати, тоже думал на эту тему. Там 400 грант или 550 грант. Попробуй 550 грант стрелу смести ветром. Да. Ну, конечно, на большой дистанции, да, там снесет, ну, блин. Короче. И какой-то урок вынес. Для меня урок простой. Далеко не стреляй, а если ты видишь, что звери нервные, то подумай два раза. Просто реально обращай внимание на его поведение. Если он стоит весь такой вот нервный, это можно сказать, даже неопытным взглядом, моим неопытным взглядом, я понимаю, что... Да, ну, конечно. И такое вот это желание, знаешь, ты смотришь, вот он сейчас уйдет, и ты такой, типа, вот надо сейчас решать, стрелять, не стрелять, а как же ты будешь не стрелять? Нужно стрелять, блин, получается, получается, как всегда. Так, хорошо, моя очередь, да? Дело было, я уже прям думал, что я такой мегаопытный, все, там, никакого адреналина, ничего такого не бывает у меня уже на тот момент. Выходит рогатая олень. Я таких никогда в жизни не видел, только в телевизоре. Я там, а я тоже с арбалетом, это прям было прям вот на закате моей арбалетной карьеры, наверное. Или за год до. Ну, в общем, я уже на тот момент несколько сезонов, там, все, там, нормально уже, морозилку забиваю. Но тут выходит такой. Я, короче, но справедливость ради скажу, что он вышел где-то метрах в 15, а я опять с коллиматором, я знаю там, какие поправки куда-то, а у меня одна точка, и он мощный арбалет, и там, я прям знал, насколько выше, ниже брать, и все. То есть по вертикали я нисколько не переживал, но был нюанс один. Он двигался, и он шел, и он шел за самкой. То есть идет самка, и она не останавливается, и, значит, идет за ней самец, прямо вот по пятам. Вот, при том, если он чуть-чуть ускоряется, чтобы догнать, она чуть-чуть ускоряется, чтобы, ну, короче, гон происходит, да. И вот они идут мимо меня, идут, 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 и я вот знаю, я просто, вот я вижу издалека, я смотрю, вот они сейчас по тропе, по этой мимо меня в 15 метрах. Я уже пробил эту тропу. А он подхрюкивал пока шел? Ты знаешь, скорее всего... Подрыкивал. Скорее всего, да, но я сейчас уже не буду врать, не вспомню, скорее всего, да. Короче. В общем, на меня они вообще внимания не обращали, по понятным причинам, да. Я такой прям, даже вот уже не парюсь, я просто тупо нацелил, вот у меня тут окошко такое, может, метр три шириной, чтобы, в принципе, прилично, да, такой прям нормальный прострел, все. Я просто, грубо говоря, туда смотрю и жду. Вот они идут, 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 вот они проходят, и я стреляю. Я думал, так нормально, так все делают. В итоге он подскакивает, брыкается, он как будто в сердце попал, да, классически так считается. И убежал. Я спускаюсь, там стрела вся красная, там везде кровь вообще, я такой рогатый, я такой, у меня в жизни никогда не выйду с дерева, там, поду, хорошо, страховку использую всегда. В итоге, но на тот момент я уже опытный, я уже, значит, прочитал, что там при попадании надо все равно выждать немножко, все такое, я выжил, я пошел. А это было на одной, на ферме, где я жил раньше, и там у меня до дома идти, прям вообще пешком дойти, то есть я даже не ездил никуда, это пешком дойти было. Ну да, в общем, я вернулся домой, кофейку сейчас сварил, еще что-то там, возвращаюсь, вот на след, все, ну может прошел, ну больше, ну скажем, давай два часа. Ну, блин, с 15 метров, опять же, это был тот же спидфайр, я все время спидфайр, это напуски на конечек трехлезвийный с большим размахом. Да, помню, ты мне его там рекламировал. Я только их использовал. Какие штиковые? Ну, то есть там дырень, ого-го. Я понюхал, опытный стал, я понюхал, кишками не пахнет, кровь, все как полагается. Все, блин, дело в шляпе, я уж там чуть ли, если бы мы с тобой тогда знакомы были, я бы же тебе позвонил, бы сказал, давай празднуй. Ну, ну, некому. Заводи коптильню. Да, позвонить некому было. Короче, иду, иду, след вообще, во, ну, блин, все отлично, иду, 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 долго иду. Думаю, да как так-то? Ну, блин, ну, ну, 200 с лишним метров прошел. Ну, так немножко петляю, но в основном, иду, 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 да что ж такое-то. Потом бац, как кровь, а, не кто же кровь, а он на лух вышел. То есть там высокая трава стала. Ну, как высокая, она уже пожух, это ноябрь, гон, то есть она может уже и не станет так. Ну, короче, в общем, там травы много. Я немножко заплутал, то есть в итоге я где-то еще час ходил, то есть три часа, да, с момента выстрела уже. И я такой хожу-хожу-хожу-хожу, да че ж это фигня такая. И как вот прям вот, вот как заяц бывает так вот, прыснет из-под ног, да, или там какая-нибудь куропатка, а у тебя сердце в пятке. Так же и олень, вот в пяти метрах вскакивает, бач, все, весь бок красный, понимаешь, вот весь бок красный. Такой только вот в фильмах ужасов видел. И за горизонт. Печеночник. Печеночник. А почему? Как думаешь, скажи, почему? Я озвучил почему в этой печальной истории. Ключевой момент был, когда он подрыкивал, шел и бежал за самочкой. Да, то есть я ничего не сделал, чтобы его остановить. 15 шагов, да, 15 ярдов, казалось бы. Да это все кажется, это все. Пока что я, вот мой мозг дает сигнал пальцу нажать, палец нажимает, пока там это все долетает, но, конечно, скорость света, наверное, быстро очень. Потом, ну, конечно, нет, это какая-то замена, есть какое-то, значит, это отставание здесь, да. Потом олень движется. В итоге, урок, в итоге он убежал на адреналине и убежал за горизонт, и я потом даже ни одной капли не нашел. Хотя бочина вся красная была. Ну, если бы он полежал еще 5 часов или 10. 6 часов в среднем, вот я вот интернет читал, печеночник, 6 часов надо выжидать. Но, опять же, это надо знать, печеночник и печеночник. Это надо знать, попал как ты. Вот если бы ты записал... Сто пудов. Ну, блин, если бы я записал в тот момент, я не был достаточно опытным, я бы подумал, что это легкий, еще что-то. Ну, короче, в общем, я... Слушай, ну, при хорошем попадании сколько пробегает? Ты имеешь в виду легкие? Да. 100 метров. Максимум? Максимум. Это вот 100 метров за 3 секунды? Ну, да. Ну, там, ну, да, за несколько секунд. Ну, за 5 секунд. Ну, да. Но больше он не бежит. Ну, да не должен. Если оба легких пробиты. Ну, я так считаю, да. Ну, я тоже так же считаю. Ну. Печеночник 6 часов живет. Если диафрагма пробита, там все может быстрее случиться. Потому что там внутри там что-то давление, все там куда-то что-то может произойти, не знаю. А у меня он просто прям перпендикулярно стрелял, ровно вот печенку пробил. Бочим и все. Кишками не пахло. А то, что печенка пахла, я как-то не подумал. А я не знаю вообще на самом деле. Надо будет как-то обратить внимание. У меня с тех пор, по-моему, печеночников и не было никогда больше. Ну, может, цеплял печенку и легкое. Ну, когда ты цепляешь печенку и легкое, значит, под углом, значит, и кишки там рядом могут зацепиться. И там уже запахи все остальные другие. Вот чистого печеночника у меня был один раз. И вот такой итог. Короче. Отсюда вывод. У меня есть отдельный эпизод про то, как... Что делать после выстрела. Если это сердце, какой цвет крови, какое поведение, сколько чего ждать, сколько ждать. Если это легкие, если это печень, если это кишки, если под углом. Как делать, как себя вести после выстрела. Посмотреть, поищить. Это какой-то номер эпизода, не помню какой, но я... Кстати, я смотрел твои старые эпизоды, которые выходили. Ну, и че. Интересно рассказываешь. Да, реально? Да. Мне немножко стыд за них, как мне кажется, что там... Да, не-не-не, нормально. Там как раз такие... Может быть, время проходит, какие-то моменты забываешь, потом слушаешь. Ну, да, иногда полезно возвращаться. Ты думаешь, просто какие-то базовые такие навыки, а ты их не используешь или используешь, не задумываешься. Какие-то нюансы могут забываться, немножко стираться. Так что поищите, послушайте. Может кому-то пригодится. Но, да, выждать достаточно количество времени, это важно. Особенно важно, если есть койоты, волки или температура, или жара на улице. Ну, не жара, а тепло. Тут, значит, ты находишься в такой ситуации, что ты не хочешь слишком долго ждать. Ну, и не хочешь, нельзя поторопиться. Потому что, если, например, вот он залег с прострельной печенкой, если его оставить на 6 часов, он дойдет. Но если его, как я на третьем часу его толкнул, он будет бежать вообще там два раза до горизонта и налево. То есть, на адреналине он уйдет, его никогда не найдешь уже. Потому что к тому времени немножко там, я не знаю, может, кровотечение немножко замедлилось, еще что-то. И тут он огромными скачками пофигачил. В общем, урок вынес. Теперь я знаю. И всегда применяю эти навыки, о которых я рассказал в том эпизоде. Я в описании дам ссылку на тот эпизод. Полезный. Применим к любой дичи вообще. По-большому счету. К любым копытным. Давай твоя очередь. Моя очередь. Моя очередь за нас двоих рассказать. Давай. Охотимся мы с тобой с одного дерева. Два-три стенда на одном дереве. Рассветало. Видим трех оленей. Я в первую стреляю из лука. А к дистанции? Ты во вторую. Тоже порядка 30 копейками. Ты во вторую стреляешь из арбалета. Эпизод называется... Два выстрела, два промаха. Да, да, да. Мы там про это рассказывали. Короче, это просто капец. Вроде все хорошо, вроде все тихо. И мы как-то были немножко за ручейком. И что-то журчало. Оба оленя присели. Как так? Опять же. Ну, давай... Дистанция решает. Но... А сейчас я расскажу про свою ахиллесовую пету. Да, мне вот это нравится. Потому что очень поучительная. У меня такое вот... Было такое. В телефоне засиделся. Поднимаешь глаза. А олень слишком близко. К дереву. Ну, тебе кажется, что слишком близко быть не может. Как бы все ништяк. Вот он под деревом. И ты думаешь, блин, сейчас он тебя унюхает. Или... То, что он к тебе приходил, к этому дереву, ты не переживал. Ты не видел ничего. Ну, да. А то он тебя либо унюхает, либо увидит, либо услышит, либо еще что-то. Короче, у тебя просто мозг отключается. Руки берут. Ну, да. Потому что надо срочно действовать. И выстрел. Выстрел ты стреляешь под каким-то диким углом. Притом не проблема пины. То есть, знаешь, у него там 3 метра внизу, а 3 метра от основания дерева. Ты знаешь, что надо там стрелять по какому там пину. По самому нижнему или как там это работает. Ну, может, 5 метров от основания дерева. 3-5 метров. Ну, короче, вот он под деревом. Вот можно доплюнуть. Если плюнуть, то попадешь. Выстрел. Цепляешь одно легкое. Зверь убегает. Есть кровяной след. С пузыриками, розами, как надо. Вот все. Чем можно мечтать. Смотришь, стрела с пузырями. Кровь брызгает. Ты такой, все. Дел шляп. Дело сделано. Сделка заключена. Уже Саня стрельнул. Все, ништяк. Типа там, что еще будем ждать. И спускаешься. Во-первых, не слышишь такого, ни с чем, который нельзя спутать звук, как падает туша куда-нибудь. Этого нету. Он ускакал, ускакал, ускакал. Ты потом идешь по следу. Ты смотришь. Кровь, кровь, кровь. Пузырить, кровь. Пузырить, как надо. Потом ее все меньше, все меньше, реже, реже капли. Потом где-то там, может быть, остановился какая-то такая более-менее лужица вменяемая. Потом опять капель нету. И все. И почему? Что происходит? Происходит, стрела прилетает сверху, цепляет только одно легкое. А на одном целом легком олень может выжить. Да, он может выжить. Есть такие случаи задокументированные. То есть он реально может восстановиться, потом прожить еще. Долго лет он не проживет, потому что они долго не живут. Но восстанавливается полностью после такого попадания. Всякое бывает. Но вероятность очень неплохая. У меня какой-то более-менее контроль над адреналином. Так нельзя сказать контроль над адреналином. Ну, в общем, когда я смог пропустить оленя, чтобы он отошел от дерева подальше, метров на 15, и в него выстрелить, тогда как бы чуть-чуть стало такое облегчение. Ну да. Вот я смог, как бы я не потерял голову. Потому что соблазн очень велик, да, когда он так прям. И такой, вот он, вот. Ну, слушай, в следующий раз такая ситуация будет, ты что, будешь отпускать подальше, или будешь целиться куда-нибудь там в позвоночник или в сердце, что-нибудь такое. Вообще не, как бы, отошел. То есть не будешь пытаться сердце прострелить. Я думал на эту тему очень много. И все-таки, да, лучше отпустить подальше. Потому что, опять же, вот немного, сейчас вот я немножко по, в теории так проговорю, и ты вот скажи, как думаешь. А потом я тебе скажу, как было на практике. Окей. Потому что я говорю, я в такой ситуации, мне не кажется, вот в чем моделирую ситуацию, да. Вот ты, значит, сидишь, тебе ветер в лицо. С той стороны олень подходит к тебе, то есть он пошел вплотную к дереву, и он до сих пор тебя не почуял, потому что ветер туда, и ты там не шел. Но в тот момент, вот три метра осталось, да, и вот в этот момент может произойти, либо он учует твои следы, либо он подойдет, ступеньки почует, либо он пройдет мимо дерева, и тут уже твой запах. Он учует, потому что ветер его туда сносит, а он уже позади, как раз, с подветренной стороны окажется. Поэтому ты такой думаешь, что все это у тебя в голове происходит. Так вот. Блин, надо стрелять срочно. Так вот, моделируй дальше ситуацию. Что произойдет, если ты его пропустишь дальше, и он учует твой запах? Он моментально убежит за горизонт? Или он напряжется, начнет языком нос лизать, водить носом вот так вот. Что он сделает, как думаешь? Я думаю, что если его пропустить так вот, то будет, он будет, он напряжется моментально, он почует запах, но он не сразу убежит, потому что никогда сразу не убегает. Насколько он это идет, вопрос. Он остановится в пяти метрах от основания дерева, в пятнадцати, в десяти, в двух. Окей. Вспомни, когда тебя палят олени, они напрягаются, они стоят, они начинают топать, они отойдут на три метра в сторону, они там стоят потопают, они отойдут на четыре метра в другую сторону, потопают. И потом, либо когда из группы кто-нибудь психанет и ломанет, они все убегают, либо она одна пофыркает, пофыркает, и потом уйдет, либо просто разворачивается, уходит. Но никогда они не прям, унюхал, моментально снесло. Такого у меня ни разу не было. Ну, теперь вопрос, стоит ли стрелять, если он весь такой напряженный? Так он в десяти шагах будет, в пятнадцати. Хорошо, если в пятнадцати. А если он ближе? Ну, вот он отошел на три, на три мимо тебя, мимо основания твоего дерева, и унюхал твой след, или где-то там, извините, нужду справил, да, туда. Вот он напрягся. Ну, я тебе скажу так, в такой ситуации, А, и самое, самое хорошее, это не допустить такого, чтобы он подошел так близко к дереву, то есть меньше сидит в своем фейсбуре. Ну, конечно, в идеале-то, да. Ну, да. Но я считаю, все равно, я считаю, что, опять же, в теории, у меня такого ни разу не было, но я считаю, как я поступлю в следующий раз, если я открою глаза, грубо говоря, или оторвусь от книги, и у меня внизу подо мной олень, я дам ему отойти чуть-чуть, может быть, я лук сразу начну брать, потому что лучше лук брать сейчас, чем когда он тебя унюхает и начнет так вот головой водить, потому что там движение спалит. А пока он под тобой прям, и он точно наверх не смотрит, потому что он точно наверх не смотрит, он так-то, у них зрение такое, что они вот, они не смотрят по верхам, у них вверху вот это вот периферийное зрение, оно все размазанное, плохо они видят под углом. А когда он под тобой, он только тебя услышать может, но лук взять-снять, как правило, беззвучно, если не стукнешь ничего там где-то от адреналина. Так вот, как я поступлю, я возьму лук, подготовлюсь, и буду ждать, когда он отойдет. Да, я знаю, что он меня спалит, но он будет достаточно близко, то есть в пределах 20, что он не успеет среагировать и присесть. Вот так вот я поступлю. Как на деле будет, поживем, увидим. Я уверен, что такая ситуация еще случится. Ну, я тебе скажу, что я подумаю раз пять, прежде чем стрелять, потому что вспомни, как мы с тобой ходили по бурьянам, по колючкам, по всем. С собакой еще. С собакой искали, я потом пришел домой, у меня все ноги были в этих колючках, в занозах, все руки. Места живого не было. Ну, как бы удовольствие. Вот я прям после каждого какого-нибудь такого момента думаю, что удовольствие весьма и весьма двоякое. Возвращаясь к тому, что стрельнуть, может быть, соблазн стрельнуть позвоночник, перебить или сердце попасть, на самом деле, блин, это очень трудно. Так вот, а если опять будет либо печеночник, либо однолегочник? Однолегочник будет, по-любому. И потом что? Ну, не, короче, в общем, если он под вами... А давай озвучим. Вот мы на высоте пять метров. Потому что мы стараемся повыше залезать. Ну, давай скажем, пять метров. Ну, пять. Ну, сколько он должен быть от основания дерева, чтобы можно было два легких зацепить? Пятнадцать. Да ты чё, десять достаточно. Я даже скажу, может, семь-восемь, мне кажется, достаточно. Семь-восемь. Тебе просто надо стрелять выше, чем обычно, чтобы выход был... То есть вход через верх ближнего легкого, а выход через низ дальнего легкого. Ну, мне вот... Короче, надо по обстоятельствам. Мне нравится пятнадцать. Это прям... Пятнадцать очень хорошо, плюс ещё как бы ты себя чувствуешь немножко комфортно, потому что вроде как ты чуть подальше от него, вот как-то вот создаётся такое впечатление, что он тебя может и не спалить, и сна. Слушай, а как я тебе расскажу. У меня раньше была лёгкая боязнь высоты. А, да? Да. Я никогда этого... Ну, как бы в детстве так, знаешь, смотришь там с крыши дома. А, это у всех есть нормальных людей. Знаешь, так смотришь, как-то так волнительно. Сейчас, когда я залажу вот на высоту тридцать футов, ну, десять метров, для меня абсолютно комфортно. Ты больше скажу. Я прям, я себя чувствую, как рыба в воде. Да, нет, такая же фигня. А как только спускаешься, ты себя чувствуешь, ну, опять, где я сейчас оказался? Что происходит? Какой-то бурьян кругом, что-то как-то не так. Но я пробовал с самолазом залазить выше. Ну, и что там? А как-то некомфортно. Да, на сорока метрах? На сорока ярдых футах. Ну, да, фут. Ну, то есть, выше десяти метров это уже становится некомфортно. Ну, вот, вот, десять, это прям вообще, как рыба в воде. Ну, да, да. Восемь, девять я обычно так вот залазю. Ну, десять, я думаю, тоже будет. Ну, вот у меня веревка тридцать. Я когда залажу, то у меня как раз вот веревка практически в натяжку. То есть, плюс-минус пара. Так, ладно, рассказал ты. Очень хороший показательный пример, что стрелять под таким серьезным углом не стоит. Какие у нас еще истории? Что-то я хотел рассказать. А, в этом сезоне два выстрела подряд. То есть, это опять гон. Это я просыпаюсь с утра, иду на охоту, целый день провожу, то есть, до рассвета. Целый день провожу в лесу, возвращаюсь домой уже после наступления темноты. с утра просыпаюсь, то же самое повторяется. То есть, дом, жена меня почти не видит. С каждым днем накаляется обстановка все больше и больше. Ну, блин, я же не могу. Там же гон идет, надо идти в лес все время. Но это отдельно. Про это, кстати, как-то эпизод запишем про то, как с женами во время гона... О цветах. Да, о цветах, о посуде мытой, обо всем таком. Ну, короче, выходит самец. Я стреляю выше. Тоже рога, но я уже... Теперь-то я уже вообще прям такой, что я прям почти... Матерый. Почти контролирую ситуацию. Ключевое слово, почти что. Прилетает выше. Я не понимаю, что происходит. Расстраиваюсь. Прихожу, сижу до конца, темнеет, прихожу домой. На следующий день ситуация повторяется. Другие угодья, другой олень, стреляю, прилетает выше. Этому по спине немножко черканул, там шерсть срезал. Что за фигня? И в этот момент до меня доходит что-то не так. Я, значит, спускаюсь, не жду уже темноты. Я спускаюсь, я еду домой, я ставлю на 30 шагах мишень, я стреляю, у меня стрела пролетает над мишенью. Ну, пин правильный, все. Как так-то? Оказывается, прицел сбился каким-то образом. Какой урок я из этого вынес, что, несмотря на то, что сезон охотничь в самом разгаре, тренироваться, не в том смысле, что прямо вот тренироваться, там, ты можешь целый год тренироваться, и потом, если ты за целый месяц, за весь месяц ноября ни разу не стрельнешь, а потом 29 ноября перед тобой выйдет олень, да за ради бога, за месяц ты не успеешь растерять навыки, ты попадешь в это в оленя. Но, все равно стоит тренироваться, если не столько для того, чтобы себя поддерживать в хорошей форме, чтобы просто убедиться, что у тебя оборудование все настроено. Потому что, вот, какая-то фигня произошла с прицелом. на следующий день пошел в лес. Что произошло, я не знаю. Ну, два оленя, два выстрела, два промаха над спиной, и потом по мишени, в тот же день, над мишенью. Почему, хрен знает, не знаю. Ну, такая-то фигня произошла. Интересный случай. Давай. Иногда, далеко не все мы можем контролировать на охоте. Нет, зачастую мы не все можем контролировать на охоте. Это тоже отдельная тема. Никогда не идет так, как ты планировал. Иногда идет все хорошо. До какого-то момента. да. И это очень опасно, потому что, вот, вот, сегодня идет все. Вообще, сижу, сижу в этом году, жду. Уже, как бы, нормально заполнил тегов, уже морозилка. Уже перешли исключительно на оленью диету, оленинную диету, диету из оленя. В общем, уже и вяленая оленина, и жареная оленина, и тушеная оленина. Все нормально. Я в своем русле. Думаю, ладно, гон, буду ждать самца. Проходит самка, я не стреляю, пропускаю. Кабанатом, чуть подальше, буду ждать самца. Приходит самец. Не очень крупный, но нормальный. Хрюкал? Нет, не хрюкал. Жрал. Кормился. Кормился, подходит ко мне, что-то 20 с копейками ярдов. Я растягиваюсь, стреляю, попадаю, прям все нормально попал, все хорошо. Олень, я охотился как раз на горе, а я охотился в парке. По парку ходят люди, но на горы они туда не заходят. То есть, там олени себя чувствуют в относительной безопасности, они там тусят. Олень сбегает с горы и бежит куда-то там напролом. Я тебе пишу смс-ку, типа, самца подстрелил, все, дело в шляпе, и уже начинают нараслабонить, типа, сейчас буду его вытягивать, сейчас буду как-нибудь грузить в свою машину. А чтобы вы знали, у меня машина очень маленькая. У Саши пикап трака, у меня Nissan Versa. Это такая... Седан. Маленькая. Очень. Ну, я так уже планирую, как я загружу, как бы так, чтобы за раз вынести и так далее. Да и вот, не нашел я оленя. Да, реально, вообще не нашел того. Нашел день спустя. А, да, все вспомнилось. Что произошло? Олень отбежал, залег, потом проходили гуляющие по парку, они его подняли, и он сиганул через речку, через ручей, и куда-то там дальше. Я спускаюсь с фонариком, смотри, там вот, один, там след, второй, третий, как бы так. Ну, можно примерно, я, во-первых, помню направление, по которому он шел, и я, как бы, нахожу, 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 потом смотрю, где он остановился, такая лужица симпатичная, потом бах, его нету. Что за нафиг? Походил, походил, поискал, ничего нету, как бы на дворе уже темно, ничего не видно. Ладно, думаю, завтра вернусь. Ну, ночью холодно, да? Да, ночью уже заморозки, все, ночью холодно. такой ситуации, в принципе, можно и оставить. Возвращаюсь, хожу, вернулся на то же место с этой лужицей, смотрю, ничего нету. Увидел местного дядьку, говорю, здрасте, вот такой, а что ты здесь делаешь? Говорит, а вот так хочется, охота в парках. Снижаем популяцию, он такой, а, да, типа там, ничего, где там, твой олень, говорю, вот вчера подстрелил, нету его, он нашел свою собаку, вызвал. А дядька просто живет там рядом где-то? Сосед. Его проперти, его земля соседствует с парком. Он, короче, с собакой походил, собака поискала, ничего не могла найти. Говорю, ну ладно, слушай, я тут побежал на работу, после работы вернусь, еще поищу. Спустя часа два, он мне скидывает смс-ку с фотографией. полностью сожранный олень, как бы мой, сто процентов, потому что олень, рога запомнил, олень свежий, глаза еще, как бы, присутствуют. Вот, вчера он дошел. Ну и какой урок отсюда вынести можно? Урок какой? Блин. Что не всегда все идет по плану? Иногда есть вещи, которые мы не можем контролировать. Ну да. Вот, как бы здесь я за собой не вижу никаких косяков. Да я ни в одной из этих ситуаций не вижу косяков. Ну, как бы, вот, пожалуйста, у меня было хорошее попадание, олень лег, он подошел, буквально еще чуть-чуть, его подняли. Знаешь, я, конечно, сейчас сказал такую фразу, я не вижу никаких косяков. Конечно, я вижу косяки за этим всеми нашими историями, но, я рад, что мы прошли через это и самое главное, что эти ситуации все прошли не просто так, а мы вынесли уроки и больше их не повторяем. Да, опыт, он такой хороший учитель, только берет дорого. Ну да. Ну, блин, зато мы, по крайней мере, сейчас поделились, рассказали, как есть на самом деле, чтобы другие люди может кому-то пригодится, знали, если у кого-то случится, чтобы они не переживали. Вдруг кто-нибудь, так знаешь, подстрелит, потом скажет, что, блин, да ну его эту охоту, какой-то это. Ну да, самое все-таки, вот я вот напоследок, вот закрывая эту тему, я скажу, что вот определять, если не было камеры, не было на записи, момент попадания на видео, все равно можно определить довольно неплохо, куда ты попал и, соответственно, действовать дальше. Ну да. Сколько ждать и все остальное. и вот это вот очень важно знать. Об этом был отдельный эпизод, опять же, в комментариях внизу, там вообще в описании сделаю ссылку на этот эпизод, потому что я думаю, что он очень полезный. Все, заканчиваем. Еще, ну, вы много видели истории, которые я выкладывал, особенно в Инстаграме, в историях выкладывал, когда олени приседали. Такое бывает постоянно, чаще всего бывает. Ну вот я не верил в это приседание. Ну да. Да я до сих пор не понимаю, как они это делают. Вначале я вообще думал, ну как так? Ну конечно. Лук, блин, 350 фут в секунду, ну да. Ну там, ну будет лететь у тебя 280, да по-любому не присядет. Приседает. Да, блин, черти такие. Все. Да. Закрываем. Закрываем эту тему. Напоследок, расскажи нам про пресс. У нас есть еще 11 минут, давай. Ах, про пресс. У нас, предыстория, значит, год назад я купил пресс, потому что надоело в тот факт, что никто нам не может настроить лук, как мы хотим, чтобы все летело ровно. Значит, купил я пресс, настроил себе лук, потом Олег взял его, настроил себе лук, потом он начал луки менять, как перчатки. Я начал стрелы менять, как перчатки, а как вы все уже знаете, что сменив стрелу, нужно перенастроить лук под эту стрелу, потому что мы настраиваем лук под стрелу, Когда речь о блочном луке Поэтому пресс у нас переходящий приз был То есть у тебя он две недели У меня он две недели и так далее Постоянно мы что-нибудь экспериментируем Что-нибудь меняем, настройки, еще что-то Ну вот так вот получилось, как русская рулетка Знаешь, когда там это, передает пистолет Друг другу, по очереди стреляет А бахнуло нормально Бахнуло, дай даже Мне повезло, что бахнуло у тебя Я чуть заикой не стал Как бахнуло, что произошло? Спрессовал лук Раз Подкрутил немножко йоки Вот так Надо еще чуть-чуть Еще по оборотику с каждой стороны Спрессовываю лук Бах А ты в этот момент крутил или ты скрутил, отошел и он бахнул? Как был? Крутил Пойдем тебе по руке прилетело Да, полетело Шрам, украшают мужчину В инстаграме в лужах потом Украшают был Хантера Короче Бах был приличный, да? Ну Я так отложил все на пару минут Просто так решил А лук вывалился вниз? Или он улетел вообще куда-то не понял? Лук вывалился вниз, стукнулся прицелом Сейчас в прицеле пишут, что надо поменять батарейку Я как-то еще вот до того момента, чтобы разобраться с прицелом не дошел Блин, это гармин ты имеешь в виду, да? Своим дорогущим То есть ты думаешь, что может еще прицел был поврежден? Может А ты не поменял батарейку? Не А почему? Так как-то Ну ладно Не дошло Значит, лук вывалился Тетива соскочила Тетива соскочила, сейчас все еще держится на тросах Вот сегодня займусь Пришел, ну, короче, я быстро скинул смс-ку Саше Похвастался Я нашел, значит, чек и с ужасом обнаружил, что прошло, с момента покупки прошел год и неделя Причем пресс, как бы, не какой-нибудь такой, просто, где утягивается какими-нибудь там этими Ну да, самодельный, еще чего-то, нет, дорогой за там, сколько он стоит, 350, плюс налоги, плюс доставка, 450, по-моему, счет был в итоге Ну да, ну, короче, такой пресс, который нормальный, там, все такое, железное, на сварке, на заклепках, на сварке Фирма известная, все остальное Короче, что случилось, там, где пальчики, которые упираются в блоки В плечи В плечи Припой распаялся, там, где шов сварки Распаялся и вырвало все, вместе с заклепкой Ну да, с одной стороны пальцы эти влетели Ну, ты мне прислал фотки Не, я говорю, давай присылай фотки, я сейчас буду писать в Ланкастер, где я покупал Да, ты написал в Ланкастер, в Ланкастере сказали, пишите производителю, это была как раз пятница, вечером Да, да, да Я сразу же написал производителю, говорю, блин, так и так Прикрепил фотографии, говорю, ребята, блин, все хорошо, но у меня тут, как бы, кобзда произошла, что делать А ты без наездов, без ничего, просто как есть написал? Ну да, зачем убежать людей, они-то сами знают, как сделать Ну, наверное, да Ну То есть, ты не начал с места в карьер бычь, типа, что за херня, я там сидел, ладно Ребята, блин, купил у вас пресс, вот у меня там, типа, счет об оплате, вот, когда я покупал его, когда, где купил, вот фотографии, вот фотографии лука, как бы, ну, все подумалось Ну, то есть, ты просто, как есть, объяснил Ну, говорю, блин, что делать? Мне ответ, первое слово, яйкс Типа, ой-ой-ой-ой-ой Ну, да Потом, сейчас мы тебе вышли новый пресс То есть, без каких там Вообще, без ничего Без споров, ничего Сейчас мы тебе высылаем новый пресс Ты сними вот эти вот пальчики со старого Оставь себе Старый пресс Скоба выходить Мы тебе отправляем еще предоплаченную марку, чтобы выслать назад Ты просто берешь старый пресс, кладешь в коробку и отсылаешь нам Говорю, блин, спасибо Единственное, говорю, ребята, у нас тут сейчас сезон индейки, и я его могу пропустить, потому что у меня нету лука Тут, как бы, я их немножко поднапрягну Это уже был пост, только они согласились Да, 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 да Я говорю, блин, можете, пожалуйста, прислать побыстрее Я Это была переписка в понедельник Вчера Нет, позавчера В среду В среду он был у меня Вообще обалдеть То есть они прям Я открываю коробку там И плюс они еще положили бонус Вот этот момент я не понял Ну, поподробнее Они Просто так Бесплатно Дали весы Который растягиваешь, он тебе говорит фунтаж пиковый Пиковое напряжение И на сбросе Как они догадались, потому что сейчас вот вообще просто ирония Ирония, я не знаю, как это вообще назвать Не далее чем, там, не знаю, две недели назад Неделя назад Недель назад Олег мне говорит Слушай, что ты мне сказал тебе потому Что хочешь весы себе купить А, так чего я вообще начал крутить лук Вот с чего все началось Я, короче, думаю Блин, что-то у меня так легко растягивается лук Или я стал такой здоровый уже, как Рэмбо Или что-то с луком не то Думаю, наверное Дай-ка весы возьму Растянусь, посмотрю, какой фунтаж Пошел в Кобелас Купил весы Зацепил И там что-то 55 фунтов А, то есть ты пошел и купил весы Да И вот я поэтому и решил, что нужно мне Ну а как они-то узнали, что Как бы, соответственно Ну то есть совпадение такое, да? Карма То есть они узнали, что тебе нужны весы Но они немножко просчитались, что ты их уже пошел и купил То есть они для того, чтобы дать мне весы бесплатно Сделали так, чтобы взорвался пресс Как они могли так сделать? Ну короче, странно Ладно В общем, удивительная история Закончилось все хорошо Надеемся, что прицел твой выжил Да Как бы, что с луком, что с прицелом пока неизвестно Надеюсь, что в прицеле только батарейки Потому что, может быть Там была нажата кнопочка И они вот все это время работают Ну окей, это мы скоро узнаем Вот Теперь У тебя, вот еще все это вообще началось Что ты У тебя лук в спеках Ты растянул, проверил пиковое натяжение И оно оказалось ниже, чем ты думал Да У тебя плечи полностью, болты полностью закручены Да Значит, должно быть 60 фунтов Да? По документам Да У тебя какая растяжка на этот момент? 29 А по документам на 28 должно быть 60, правильно? Да То есть, они так пишут То есть Одно из недавних видео Андрея Геннадьевича Шалыгина Там было, значит, им сказано такая вещь Что на блочных луках при увеличении растяжки Сменьшается пиковое натяжение, фунтаж При сокращении растяжки Пиковое натяжение вырастает Вот сегодня буду Ты когда-нибудь слышал про такое? Да, я видел это видео Я тоже об этом задумался Но надо просто проверить Может быть Благо уже есть две пары весов Ну да Если они оторвутся, то правда холостой выстрел будет Ну короче То есть Возможно ли такое Что у тебя фунтаж меньше Именно из-за того, что у тебя на один дюйм растяжка больше И на пять фунтов меньше? На пять фунтов Ну почти на пять, да Чуть поменьше На четыре Интересно Не знаю Поэкспериментируешь У меня новостей особо никаких нету Кроме того, что Мне пришли веревочные лестницы наконец-то Ага Вот И сегодня я у тебя забрал ступеньки Я Кстати Я заказал эти ступеньки И заказ написал отменить Но по-моему они Они не ответили То есть Как вариант они Потому что если В общем Ладно В общем я теперь ступеньки Веревочная лестница Потому что ступеньки ты мне подогнал Потому что изначально ты приобретал десять Как и я А потом Приобретя веревочную лестницу Ты Смог забираться на ту же высоту Имея при себе половину То есть пять ступенек А не десять То есть пять ступенек металлических Плюс веревочная лестница Позволяет не забраться тут А также высоко А то и выше Чем десять Металлических ступенек Верно Вот То есть теперь у нас на двоих По пять ступенек По веревочной лестнице И все лето На то чтобы экспериментировать Потому что пять ступенек Такого небольшого размера Плюс веревочная лестница Плюс страховка Седло Это не весит вообще ничего Ты тут даже не заметишь Да Смотрел я На все эти Стенды Такие небольшие Такие они громоздкие Да Я даже вот с трудом Это как вот я вначале говорил Что я раньше охотился С этими С палатками С кратками Сейчас у меня три штуки лежат Я их даже вот Вообще мне Вообще даже рука не поднимется У них как-то их установить Залезть Обзор плохой Все Так же вот сейчас Три стенды Все у меня сейчас будут Ближай Сколько у меня этих три стендов Если их все постепенно Ну может ты скоро станешь старым И тебе будет неудобно в седле И ты вернешься к три стенду Установишь один три стенд Будешь на него ходить Блин, слушай Десять раз За сезон Или пятнадцать На одно и то же место Слушай, ну каким же я должен стать Либо толстым Либо старым Чтобы такое происходило Учитывая, как ты пожираешь Все сладкое Я сладко Блин, сегодня А, да Короче, сегодня замануха Приходим кофейку попить Его очередь Он сегодня, значит, мы по очереди Ну, то есть я веду Все учитываю Когда я ему кофе покупал А когда он у меня То есть у меня все там У меня тоже самое А то я не сомневался Сегодня была ему очередь Угощать кофеем В итоге он говорит Что будешь? Я говорю, ну два кофе Он берет что-нибудь Будешь сладкое? Говорит, ну давай Раз уж думаю Он спрашивает, значит, он тоже будет Что? Я говорю, ну вот этот пироженку Он мне заказывает пироженку И оплачивает Я говорю, я что себе-то не взял Козелка Короче, я съел сладкое А он худеть будет Все На этой ноте мы завершаемся Закругляемся, то есть Да Всего хорошего До встречи в новых эпизодах Будьте готовы ко всему Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому